В минувшую пятницу в Белореченске прошло много мероприятий, посвященных Дню Молодежи. Как и полагается этому празднику, день был наполнен самыми разнообразными развлечениями. Впечатления участников торжества мы собрали в следующем сюжете. Во время празднования Дня Молодежи каждый пришедший в городской парк мог найти себе развлечение по вкусу. В фотозоне веселые мимы предлагали всем сфотографироваться, чтобы сохранить воспоминания о празднике. В нескольких метрах отсюда располагался салон, в котором ребята могли перевоплотиться в сказочных зверей или супергероев с помощью аквагрима. На выставке в этой же аллее можно было посмотреть на лучшие и самые новые работы любителей прикладного искусства из детского кружка «Без границ». Рядом желающие могли проверить здоровье и узнать больше о здоровом питании. Не менее полезными для молодых людей стали и стенды, которые давали возможность ознакомиться со специальностями, которым обучают в средних специальных учебных заведениях Белореченска. Некоторые из них отличались особой оригинальностью. Этот стол называется «Леди форшер». Первоначально на нем представляются всякие закуски, угощения. А наш техникум выбрал этот стол для того, чтобы представлять наши специальности. Это выглядит очень стильно и молодежно. На литературной аллее была установлена сцена, на которой молодые белореченцы читали стихотворения любимых авторов и поэтические произведения собственного сочинения. День молодежи для меня это особенное событие, потому что здесь я могу встретить своих друзей, ребят и обязательно получить множество позитивных эмоций. Я специально подкатываюсь для литературного вечера, открытый микрофон. И буду здесь представлять стихотворение одно для мамы и другое для одного бесконечного человека. Я зачитываюсь таким интереснейшим поэтом, как Синим, потому что его впечатление о природе, его описание природы, ну это просто, это нечто. Это человек, который, как сам природа, он влился, он живет, и он дышит ей, и передает ей чувства, которые он испытывает. А пока поэты и чтецы готовились к выступлениям, ребята могли показать свои литературные знания в викторине. Весь вечер эта аллея привлекала молодежь всех возрастов, искренне влюбленную в художественное слово и творческое выражение мыслей в стихах. Жура, жура, журавель, облетал он стой земель, облетал, обходил крылья, ноги натрудил. Мы спросили журавля, где же лучшая земля? Отвечал он, пролетая, лучше нет родного края. На патриотической аллее тоже было много посетителей. Здесь ребята с азартом соревновались в спортивных дисциплинах, а также изучали выставки находок историко-поискового клуба «Боевое братство» и моделей, созданных руками участников станции «Юных техников». В этой же аллее желающие могли научиться собирать и разбирать автомат Калашникова. Свою выставку организовал и детский театр «Теремок». Ее посетители не просто смотрели на самых разных сценических кукол, но и сами пробовали себя в роли артистов-кукловодов. Как у тебя в лесу дела? Хорошо? Хорошо. Ты летала далеко? Да, далеко на речку. Такая игра очень понравилась ребятам, и юные зрители наверняка вернутся сюда в будущем, чтобы увидеть представление своих новых тряпичных друзей. Одной из самых ожидаемых частей праздника стал уже традиционный для Дня молодежи фестиваль красок, наполненный яркими цветами, громкой музыкой, смехом и весельем. Поэтому, как и в прошлые годы, большинство ребят успели покрыть друг друга всеми цветами радуги еще до старта фестиваля. Раз, два, три, давай! Ну а после официального начала фестиваля, вряд ли хоть кто-то мог оставаться в стороне от такой необычной и заряженной отличным настроением дискотеки. Я на фестивале красок в первый раз и очень довольна. Но находишь друзей, играешься, в принципе, даже если не денег, приходите. Все поделятся, все здесь друзья. Очень громкая музыка, очень весело, очень интересный коллектив. Нашла много друзей. Я пришла на этот праздник в таком грустном настроении, но после того, как меня пару раз обсыпали, мне стало гораздо веселее. Мы пришли в парк, увидели, ну нам рассказали друзья, что будет колор-фест. Мы зашли, там было очень весело, купили краски, бегали друг за другом. Было очень интересно. Их весело, и конкурсы очень интересные. Несмотря на то, что ребята на фестивале красок выложились на все 100%, он стал только началом музыкальной и танцевальной части торжества. Ведь после него всех пригласили к зеленой сцене парка, где творческая молодежь Белореченского района устроила праздничный концерт. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такой музыкальный подарок порадовал зрителей, многие из которых с удовольствием поддержали артистов танцем. Мы тут уже давно, нам все очень понравилось, побывали везде. Очень круто, музыка особенно, просто очень хорошие впечатления, просто взрыв мозга. Все понравилось, мы везде прокатились, мы гуляем в четырех часов. Музыка, фестиваль, вообще все клево, спасибо! Фестиваль, музыка, так красиво, побывали почти на всех аттракционах. Очень весело, день молодежи прошел прям отлично, спасибо всем. Прям очень круто прошел, спасибо! В ходе концерта начальник управления по делам молодежи Елена Воронина вручила почетные грамоты самым выдающимся представителям молодежи сельских поселений, учебных заведений, общественных и волонтерских организаций, в благодарность за их активное участие в развитии Белореченска. Музыка, фестиваль, все зависит от нас, все зависит от нас, все зависит от нас, все зависит от нас, ничего в мире нет какого, что не по глазкам было нас. Концерт, а затем и дискотека продлились до позднего вечера, сделав этот праздник незабываемым для всех, кто пришел в городской парк отметить День молодежи. А значит, ребята получили мощный заряд бодрости, который поможет им и дальше добиваться новых высот в труде, науке, спорте и творчестве и просто делать мир вокруг себя лучше. Илья Никитенко, События и люди.